Здравствуйте, дорогие ребятки! Сегодня мы продолжаем учиться рисовать в тетради в клетку. Напоминаю, у клетки есть четыре уголка. Когда вы рисуете по клеточкам, доводите линии четко до уголка клетки. Перед тем, как начать свою работу в тетради, проверьте, как вы сидите. Обе ножки прижаты к полу, спина прямая. И давайте вспомним, как правильно держать карандаш. Используйте большой, указательный и средний пальчики. Соедините все три пальчика вместе. Мы будем продолжать рисовать наш второй узор. Для этого найдите глазками и вашим карандашиком точечку, с которой мы начинали рисовать первый узор. И от этой точки отступите вниз четыре клетки. Ребятки, не рисуем, а только отсчитываем глазками. Смотрите. Первая, вторая, третья, четвертая. И ставим точку. Вот от этой точечки мы и начнем рисовать следующий узор. Так, еще раз проверяем наш карандаш. Правильно ли мы его держим. Мы начинаем рисовать. Проведите карандашом. Две клеточки вверх. Не торопитесь. Смотрите всегда глазками, куда вы ведете свой карандашик. Так, две клеточки вверх мы провели. Одну клеточку вправо. Две клеточки вниз. Одну клеточку вправо. Теперь внимание. Мы проводим одну клеточку вверх. Одну клеточку вправо. Одну клеточку вниз. Одну клеточку вправо. Теперь две клеточки вверх. Одну клеточку вправо. Две клеточки вниз. Вниз. Одну клеточку вправо, одну клеточку вверх. Одну клеточку вправо, одну клеточку вниз. Одну клеточку вправо, две клеточки вверх, одну клеточку вправо, две клеточки вниз, одну клеточку вправо, а вот дальше закончите этот ряд самостоятельно. Вот такой вот узор у нас с вами получился. Мы его закончили также, не касаясь красных полей. Перед тем, как продолжить рисовать в тетради, дадим нашим пальчикам и ручкам отдохнуть. Отложите карандаш, приготовьте ваши ручки, сжимайте и разжимайте кулачки на руках несколько раз, а после помашите ручками и похлопайте в ладоши. Мы продолжаем. Ребятки, в тетради в клеточку можно рисовать по клеточкам не только узоры, но и животных, деревья, цветы и многое другое. И сегодня мы попробуем нарисовать по клеточкам дерево, а вот какое вы поймете в конце работы. Найдите точку нашего последнего узора. От этой точки вы должны отступить две клеточки вниз, отступить, не рисовать. Я просто отсчитываю первая, вторая и поставьте точку. Дальше от этой точки отсчитайте вправо две клеточки. Отсчитайте, не рисуем. Первая, вторая. И поставьте точку. И вот от этой точки мы с вами начнем рисовать. Для этого проводим две клеточки вправо, две клеточки вниз. Одну клеточку вправо, две клеточки вниз. Одну клеточку вправо, две клеточки вниз. Дальше мы отсчитываем две клеточки влево. Карандаш идет в сторону левой руки нашей. Две клеточки влево, одна клеточка вниз. Две клеточки влево, одна клеточка вверх. Две клеточки влево, две клеточки вверх. Вот идет карандашик, остановились. Одна клеточка вправо, две клеточки вверх. Одна клеточка вправо и две клеточки вверх. И соединяемся с начальной точкой. Какое же дерево у нас получилось? Правильно, получилось хвойное дерево, ель. Мы продолжим учиться рисовать по клеточкам в другой раз. До свидания, ребята!